Немецкого медиахолдинга АРД провели анализ телепередач и пришли к выводу, что местные СМИ ничего не рассказывали о роли Запада в украинском кризисе. Многие сюжеты были специально направлены против России. А еще от одного немецкого телеканала требуют объяснений, почему в эфире показали бойцов так называемого батальона АЗОВ в касках со свастикой. Из Берлина Михаил Антонов. Сатирическое шоу для полуночников «Психушка» на канале ЦДФ представляет этюд «Информационная война за Украину». Репортеры с биноклями и в касках сообщают с передовой, что видят. Генералы в редакции определяют, как об этом рассказать зрителям. Тревога желтого уровня. Российский гуманитарный конвой движется в сторону Украины. Вот чертовщины. Эти русские сперва дестабилизируют регион какими-то своими непонятными солдатами, а теперь посылают в догонку Красный Крест. Первоклассно. Почему мы до этого не додумались? Какими будут ваши ответные действия? Пишите по сообщениям украинских СМИ. Незаконное вторжение привело к массовому выживанию благодаря российскому хлебу и нарушению суверенитета Украины. Точка. Самое удивительное, что юмористы не сильно утрируют. То, что все примерно так и есть, вытекает из доклада редакционного совета крупнейшего в Германии медиахолдинга АРД. На основании проведенного анализа передач совет пришел к выводу, что освещение событий на Украине носит частично предвзятый характер, а также в большинстве своем направлено против России и российской позиции. Комитет обратил внимание на тот факт, что названия ток-шоу часто носили антироссийский характер и что при анализе конфликта фокус часто смещался на личность Путина. При этом не обсуждалась ни роль Запада в кризисе, ни демократичность и легитимность переходного правительства, а также всего майданного движения. Вывод. Информация о событиях на Украине тенденциозна и однобока. И это не только один медиахолдинг, так почти и везде. Пожар в Одессе. Это противники Майдана сами себя подожгли. Сбили Боинг, пророссийские сепаратисты русским оружием. Неважно, что потом всплывет. Еще можно взять фотографию российских танков 2008 года и проиллюстрировать ей информацию об их вторжении на Украину в 2014. Или качнуть фейк из Ютуба и сообщить о том, что сепаратисты сбили вертолет. Вертолеты, правда, сбили. Только в Сирии. И в оригинале записи слышны крики «Аллах Акбар». Сами по себе результаты внутреннего расследования, проведенные редакционным советом АРД, уже скандал. Новую пищу для него нашла газета «Юдиши Альгимайна». На канале ЦДФ в информационном репортаже о добровольческом батальоне Азов крупным планом были показаны бойцы в касках со свастикой и украинский флаг с одним из главных символов СС – волчьим крюком. Этот крюк побывал в кадре трижды, но ни разу автор материала не обратил на него внимания. Удивление «Юдиши Альгимайны» по этому поводу разделила и фракция левых в Бундестаге. Однако главный редактор ЦДФ Петер Фрей до сих пор не счел нужным ответить на парламентский запрос о причинах невнимательности, мимо которой авторы психушки не могли пройти. О, немецкое телевидение показывает украинских солдат с рунами СС и свастикой? О, боже мой! А, нацисты, воюющие за правду. Мы будем продолжать называть их добровольческими батальонами. Как и положено, утром в газете, вечером в куплете. Создатели этого этюда, черно-белого, как немецкое телевидение по вопросу об Украине, просили считать любое совпадение с реальными событиями случайным и в то же время неизбежно. Ни у наблюдательных органов внутри медиа-сообщества, ни у депутатов Бундестага нет рычагов влияния на политику телеканалов. Единственное, что может на нее повлиять, это аудитория. А учитывая, что, например, то же расследование на АРД изначально было связано с потоком критических писем, обозначившим кризис доверия к информации, оставить в эфире все как есть, без изменений, может быть, и не получится. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. ...немецкого медиахолдинга АРД провели анализ телепередач и пришли к выводу, что местные СМИ ничего не рассказывали о роли Запада в украинском кризисе, а многие сюжеты были специально направлены против России. А еще от одного немецкого телеканала требуют объяснений, почему в эфире показали бойцов так называемого батальона АЗОВ в касках со свастикой. Из Берлина Михаил Антонов. Сатирическое шоу для полуночников «Психушка» на канале CDF представляет этюд «Информационная война за Украину». Репортеры с биноклями и в касках сообщают с передовой, что видят. Генералы в редакции определяют, как об этом рассказать зрителям. Тревога желтого уровня. Российский гуманитарный конвой движется в сторону Украины. Вот чертовщины. Эти русские сперва дестабилизируют регион какими-то своими непонятными солдатами, а теперь посылают в догонку Красный Крест. Первоклассно. Почему мы до этого не додумались? Какими будут ваши ответные действия? Пишите по сообщениям украинских СМИ. Незаконное вторжение привело к массовому выживанию благодаря российскому хлебу и нарушению суверенитета Украины. Точка. Самое удивительное, что юмористы не сильно утрируют. То, что все примерно так и есть.